Спасибо вам, что в этот вечер вы все пришли и разделили его с нами. Я хочу сказать спасибо этому потрясающему месту в штаб-квартире за то, что у нас гостеприимную приняли. Хочу сказать спасибо музею современного искусства «Гаража», благодаря грандовой системе, которой созданы некоторые работы и будет вести документация. И, конечно, самое главное, я хочу сказать огромное спасибо всем авторам, всем художникам и художницам, которые сейчас здесь, без которых это бы ничего не состоялось. Сейчас я, собственно, расскажу некую рамку, да, от чего, откуда это все возникло. Ну, во-первых, довелось мне, было два таких события в прошлом году, довелось мне оказаться в экспертном союте премии «Инновация». Осматривали мы 400 работ за год в область современного искусства. Как-то оказалось, что там есть про все, а вот про любовь, про эрост, про телесность, про секс, про нежность. Вот этого ничего там не было. Из 400 работ. И, собственно, как написал мой коллега по экспертному совету, Антон Кочуркин, в современном искусстве секса нет. Я подумал, что это огромная лакуна. И знаю, что сейчас у нас секс-позитивная культура, и все дела, и как бы все мы все понимаем, есть секс-процвет. А почему-то нет. И я подумал, ну, окей, да, там все, и для счастья меня там только нет, но это значит, я там буду, как все в соответствии. И одни кладу думку своей работы. И так получилось, что основной точкой решил я взять искусствоведную песню-песню. И если мы уйдем от того, что это там текст, который вошел в канон библейский, это просто древнееврейский памятник, подходящий к обрядовой поэзии, в котором, собственно, культы плодородия отображаются, и они имеют аналоги везде, и в древнем еврейской традиции, и славянской, и в какой угодно еще, в африканской и так далее. Вот, и это памятник, который даже в своем переводе, даже в русском синодальном переводе, который далек несколько от олиминала, все равно поражает тем, что там вот это расстояние между телом и медиа, в данном случае текст, но текст просто был тогда единственной доступной медиаформой, а там это расстояние минимальное. То есть даже когда речь идет не о теле, а о метафорах, которые уподобляют телу все равно, это то, в чем живут герои, которые говорят в этом тексте, и это тоже часть их переживаний о собственной телесности через эту природу. Это потрясающий телесный текст. Поэтому я решил, что это будет именно этот текст. Мне хотелось, чтобы мы увидели очень разные образы, образы любви, образы осознания своего тела, осознания взаимоотношений, причем это могут быть как позитивные, так и какие-то торгающие, да, что-то, неважно. Главное условие было это работа с текстом, и обязательно для меня было озвучание голоса того, кто работает, или той, да, потому что ну, опять же, голос — это вот та часть нашей телесности, которая всегда явлена, и если это не через динамик, и даже, когда это через динамик, это все равно вот та часть нашей телесности, с которой мы соприкасаемся, которая всегда при этом обнажена, да, то есть если у вас нет какой-то фильтра, с которой вы говорите, вы идете по улице, вы встречаете человека, вы можете ему сказать что-то совершенно нейтральное, но вы говорите ему своим голосом, это то, что у вас всегда обнулило, да, и это уже особый тип контакта, поэтому это было, собственно, одним из основных условий, остальные все были на усмотрение художников и художниц, и перед тем, как мы начнем смотреть работы, которые очень по-разному этот текст интерпретируют, реинтерпретируют, ректор лидируют, я хочу, чтобы мы послушали кусочек этого текста в исполнении девушки, то есть здесь, к сожалению, нет, но которая, которая я первый показал за нынку своей работы и которая отпикнулась тем, что просто начисала этот кусочек текста и это начало и чтобы у вас было живое ощущение этого текста, без его интерпретации, которую мы увидим впоследствии. И вот, начиная с этого звука, с этого голоса, с того, как это живо звучит, этот девушный текст, сейчас я понял, что да, что нужно с этим работать. Итак, я хочу, чтобы мы его услышали сейчас в исполнении моей прекрасной подруги и человеку много делали для современной актуальной культуры. Хатя Маргуйскина, из-за агмента «Петни, петни, петни» и «Ерминский». Спасибо, пожалуйста. Да лобзает он меня, лобзание мус своих, и бласки твои лучше вина. От благовония мастей твоих имя твое, как разлитое мира. Поэтому девицы любят тебя. Влеки меня, мы побежим за тобою. Царь вел меня в чертоги свои, будем восхищаться и радоваться тобою. Превозносить ласки твои больше, нежели вино. Достойно любят тебя. Тщери иерусалимские, черная, но красива, как шатрыки дарские, как завесы соломоновы. Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня. Сыновья матери моей разгневались на меня, оставили меня стеречь виноградники, моего собственного виноградника. Я не стерегла. Скажи мне, ты, которого любит душа моя, где пасешь ты, где отдыхаешь в полдень, к чему мне быть с киталицей возле стад товарищей твоих? Если ты не знаешь этого, прекраснейшая женщина, то иди себе по следам овец и паси козлят твоих подле шатров пастушеских. Кобылица моей, в колеснице фараоновой, я уподобил тебя, возлюбленная моя. Прекрасно ланиты твои под подвесками, шея твоя в шрельях, золотые подвески мы сделаем тебе с серебряными блесками. Доколе царь был за столом своим, нарт мой издавал благовоние свое. Мировый пучок, возлюбленный мой у меня, у грудей моих прибывает, как кисть кипера, возлюбленный мой, у меня в виноградниках янгетских. О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои голубиные, о, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен, и ложе у нас зелень, кровли домов наших, кедры, потолки наши, кипарисы. Я нарцисс сараонский, лилия долин, что лилии между терными, что возлюбленная моя между девицами, что яблони между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладкие для гортани моей. Он вел меня в дом пира, и знамя его надо мной, любовь. Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви. Левая рука его у меня под головой, а правая обнимет меня. Заклинаю вас, черри иерусалимские, серными или полевыми ланями. Не будите и не тревожьте, возлюбленный, доколе ей угодно. Голос возлюбленного моего, вот, он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. Друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот он стоит у нас за стеною, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку. Возлюбленный мой начал говорить мне, встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно. Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете. Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. Он пасет между ливиями, да коли день дышит прохладою, и убегают тени, возвратись, будь подобен серне или молодому оленю на расселенных гор. Вот, теперь, когда мы услышали этот текст, в таком первозданном, филозданном практике его звучания, начнем, собственно, нашу программу. Буквально первая появившаяся работа, это были два текста, два текста, Калина Лукенова, и на один автоматичного видео мы выясняли, сняли видео москопки-пудобника поэта Андрея Черкасова. Очень рада видеть сегодня вас всех здесь. Я от души поздравляю Антона с тем, что такой большой труд сейчас презентуем в Нижнем Новгороде. Хотелось бы сказать вообще в целом, наверное, о проблематике работы и сказать о каком-то своем личном опыте написания этих текстов. Вообще для меня проблема телесности и проблема того, как вообще говорить о теле и о том, как это тело связано с любовью, о том, как оно связано с какими-то другими вещами бытовыми или какими-то наоборот экстремальными в своих там, да, точках. Это все достаточно большой труд, и я даже, наверное, могу сказать, что может быть о смерти не так сложно писать, как о любви. Наш катход в сторону, и сейчас вернулась к пиетическому фестивалю в Самаре Виталий Лехциер сделать этот фестиваль, и, собственно, в феврале Виталий попросил меня написать, ну, то есть попросил прислать какой-нибудь цикл поэтический, и я понимала, что у меня есть идеи цикла, связанного, да, там, с любовью, но я не могу начать говорить, где вот та отправная точка, из которой можно говорить о любви вообще в 21 веке, то есть, ну, мне кажется, это еще сложнее в этом смысле. Может быть, что-то и остается неизменным, но я считаю, что сколько есть тел, сколько есть людей, каждый может искать свой путь. Вот, немножко я в такие пространные размышления ухожу, и, в общем-то, сейчас сможете все увидеть. Я также хотела бы поблагодарить Андрея Черкасова за тот видеоарт, который он сделал на мои тексты. Ну, первый твой, второй его. Ну, первый мой, но я не хочу говорить о себе как о видеохудожнике, мне кажется, что это слишком громко, такая. Вот, просто, наверное, на этом закончу свое вступительное слово. Я хочу только добавить к самому Карину, что эти тексты для меня и эти видео, да, это такие два образца. Очень интересно, что Карина пошла по такому пути. мы с ней сначала попробовали почитать вслух песни-петни, и Карина сначала начинала их читать, как это обычно делают. Представляя образность, я просил это делать от ритма и от переживания тела, текста, как тела. и у Карины начали возникать образы визуальные, которые в итоге в основу текстов. Много образов. И очень важно, то есть здесь нет никаких прямых цитат, но это именно возникшие ассоциации при работе с текстом, при вот этом пропускании текста петен-петеней через тело. И если мы посмотрим, первая работа, которую пела Карина, она непосредственно очень сильно мы видим респект и видео контакт с телеской художественной. А в второй работе мы видим уже более герметичный, более опосредованный тип работы медиа и текста. «Исподнее» Исподнее тело мое Ближнее возвратимое Только бы ни уколоться ни вскрыться Маятник застывает в гудроне Никогда нисходящих событий Здесь поворот собирается Нет Вечное настоящее приходящих оповещений всплесков этих послеполуденных взрывов Кажется я всех слышу Не закрывай окно Утром здесь будет другое непохожее на мое лицо Из-под него распускаются крики Одновременное это чудо или исчадие Что-то качается надо мной Это ли небо Варивая подкожей указатели на юг Держи со мной эту диастолу второго сердца силу другой прорезающей волны наплывающей остроты кварца Твою вещество и цвет в запаханном зрении я ищу сеть сквозных кракелюров просочившихся в медленном сжатии как сквозное на выходе свернутой шеи это то что случится регулярное отречение больше чем притер жало чтобы некое стало видимо рассказать о вождении и о том что искусство не может быть прямой линией никогда не красные трещины и всегда синее на фрагментах поглощения я поддерживаю слова о том что очень сложно писать о любви поэтому я скорее написала о том что ей иногда прикрывается это мини поэма она называется против линии сгиба кожа пришита к ткани и она не дышит пришита у ниток рта просьба говорите громче вас плохо слышно зачем языку корсет каждому языку полагается сжаться чтобы быть собой поздравляю с международным женским днем и дарят скидки всем представительницам прикра на твоем лице швы наружу девочки такие девочки такие каждая гражданка страны российская федерация предписана следить за своей конституцией в противном случае у игольного ушка непроходимость сквозь стены побоев вот когда тогда и заштопаем а сейчас язык тела не лжет лжет тело языка твоего ткань есть текст говорящий три главных слова которые каждый охотник желает развязный корсет распускается по фонеме о а узелки речи червивы лопнула перепонка соседа в тамбуре без дверей законы выкройки о домашнем ношении один клик и уже на шее хитроумное пенело по нитке срок расцвета любит значит наносит удар по щеке удар по шее удар по ключице удар по ребрам удар по бедрам удар по коленям собирает осколки чашечек заносит осколки грест и ран собирает кровь выпивает хватает волосы отрывает кожу срывает значит любит до смерти самой дело не положить типажа. Если рассматривать изнанку, явно проступают следы и так далее. Выше указанное позволяет, что гражданина, любившего гражданку, белую сирень, цветущую под окном, бутылку и завертную в бархатную, заветные слова, как то дышать, слышать, смотреть, держать, а еще вертеть, терпеть, обидеть, зависеть, гнать, зависеть, ненавидеть, а еще терпеть, вертеть, держать и не дышать. Кожей ее была шелк персидский, да и лапзай, то бьет лапзанием лобзика. Вперед-назад, вперед-назад, пока капли гранаты не вытекут витрами на шелк персидский, то была кожа ее гладкая, подобно взяткам, а еще брать, держать, терпеть. Очи ее были распахнуты, будто корсет развязаны, словно руки его обладающие, гнущие, прогоняющие. Волосы ее были золотые нити, покрытые, шиты, крытые были ее. Волосы, которые он держал, брел, стелил, скатерти самобранные, с плодами сахарными с видами цвета алла. Говорите громче, вас плохо слышно. На ковре, на кровати, ковре, керамической плитке, также несколько пятен на репутации примерного семьянина, уважаемого человека. Отмываться новым стиральным порошком два по цене одного. Каждой хозяйке желательно взять на заметку. Текст, есть текст, фиксирующий место, время, количество побоев, причину, удушье, удар ножа, во что она в конце концов была на тот момент одета, что является важным фактором в резумции не. Вино это была, другая красная, живка, с лучшими, на лучшей, ласкообладающаяся луна. Моновой песней пела объективирующая волосы, зубы, губы, шею, сосцы, уподобленные соответственно стаду коз, стаду выстрежных овец, алой ленте, столпу Давидову, двойня молодой серны, пасущейся между лилиями. Говорите связанно, уважаемая же. Ну же, шевелись, не дергайся, съешь язык, не лей того, чего и нет. Обещай, ты могила. Таня, ты говорила, что текст будет на письме, да? Ну, да, но... Он еще не ампликом? Нет, да, это рисунок. Просто у текста есть еще визуальная часть, поэтому, когда он будет ампликом, посмотрите, пожалуйста, тоже от обыдения текста. Спасибо большое. Спасибо большое. Это очень важный момент, поскольку это такой немножко шаг в сторону для нас, потому что большая часть работы именно связанных с телесностью, с нервностью и с любовью, а здесь мы видим, как используя этот код, этот язык, мы можем, в общем, показать, что искажает вот это первоначальное, да, то социальное, что мешает нам как раз говорить и сейчас, в том числе, о любви. Сейчас я хочу представить... Вот, я очень тепло отношусь к каждой работе, которую я сейчас представлю. Я уже не говорил своей, а свое оно всегда особое родное. Вот. Но есть видео, которое вызывает у меня... Уж простите, дорогие остальные, да, учащики, я вот тоже как оба же. Есть видео, которое вызывает у меня просто трепет и ощущение особой ласки и нервности. Девочки, я не знаю, вы... Если вы захотите что-нибудь сказать, не захотите, я скажу что-нибудь. Поэтому выйдите, выйдите, пожалуйста. Света Густава, Денис Левского, Наташа Николаевна. Для нас просто этот текст, в первую очередь, стал про нежность. Вот этот самый главный вектор, а остальное, то есть каждый себе... Как хочет, так сказать. Хотите еще что-то добавить? Потому что, Свет сказал. Мы хотим добавить благодарности за Антону, потому что мы нисколько не сомневались, когда поступило два предложения. Это, конечно, большое счастье, когда художнику дают возможности. Мы визуалы, мы обычно не разговариваем по работе своей, ничего не рассказываем, поэтому с нами сложно в этом плане. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Спасибо, Роман. Это породительный пример того, что мы видели до этого, то, что мы увидим. Это так или иначе связано с традицией портретной, в общем-то. А здесь мы видим очень интересную работу, как через, в общем, пейзаж, через взаимодействие тела и природы, можно сказать, о теле. Продолжение следует... 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 Я встала... Не смотрите на меня... Солнце опалило меня... Вот зима уже прошла... Дождь миновал, перестал... Пятна нет на тебе... Время пения настало... Тени убегают... Левая рука его у меня под головой... Друзья... Знаешь, что лучше после такой работы... Аплодисменты или... Тишина... Потому что у меня вот это ощущение... Крошской нежности... Который буквально до слез выбирает... И породительное сочетание... Камерности... Симфонизма звука... Этих тончайших оттенков... Стирание границ... Телом и природой... В общем... Света, Наташа, Женя... Еще раз вам спасибо... Это просто я как... Сейчас... Сейчас, друзья... Предстоит... Очень сложная для меня задача... Я... Хочу представить... Эээ... Нашу работу... Во-первых... Во-первых... Я хочу... Позвать сюда... Мою... Авторку... Худорницу... Тисло Кемендесу... Активисту... Просто... Очень близко... Узрагумный человек... Веру... Веру Берлинову... С которой мы вместе... Создали... Эту работу... Я... Уже... Упоминал... Что... Вообще... Этой работе... Примерно... Год... Это все... Делали... Втроем... Ну... Прежде всего... Да... То есть... Мы... С Верой... Амина Климсом... Которую... Смейте... С удовольствием... И... Конечно... На финальном этапе... Человек... Который... Снимает... Наш... Вечер... И Политка Родина... Которому... Тоже... Благодарны... И за... Наше видео... И за... Тизер... Который... Вы можете... Видеть... И... Началась эта история... Для меня... С того... Что... Опять же... Да... Прозвучавший... Вначале... Голос... Который... 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 Бывает... История... Такая... Что... Почти... Код назад... 23 апреля... Мы провели... Онлайн... Дискуссию... Инклюзией... Современное искусство... По... Карантину... Где я... Мы сняли о том... Как... Вообще... Ну... Я и... Коллеги... Которых... Мы пригласили... Специалисты... В области... Как раз... Того... Как сделать... Доступным... Инклюзивным... Современное искусство... Разумышляя... Что нам... Дает... Что нам... Может дать... Ситуация карантин... И ситуация... До свидания... Как она... Простимулировала... Новый тип... Коммуникации... Между... Зрителем... Аудиторией... И... Я... Кроме того... Что... Высказал... Такое... Я... Выглядывал... Эта дискуссия... Очень странно... Там... Все были... Очень грустны... Потому что... Музей закрылись... И... Все сидели без работы... А я... Такой... Был... Был... Такая... 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 Я... Говорю о том... Что... Ребята... Это... Уникальная возможность... Такая... 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 Суху... Тоже... Парадоксально... Вообще... Для меня... Интлюзия... И... Современное искусство... Это... Процессы... Которые... Двигаются... В одном направлении... Это... По... Возвучив... Это... Я... Подумал... Что... Опять... Ну... Что... Внялся... Загушь... Как говорится... Да... Не говоришь... И... И... Собственно... Поскольку... Очень... Давно... Мы... С Верой... Думали о том... Как можно... По... Разному... Например... Которым... Вера... Уже... Десять лет... Скажем... Занимается... Тоже... Как любой... Перевод... Это... Я поясни... Просто... Что... Декоментирование... Это... Советное описание... Для людей... Которые не видят... Визуального ряда... Это могут быть... Незрячие... В основном... Незрячие... Слабовидящие люди... Либо... Просто... Даже... Те... Которых не подгрузилась... Корсивка... По какой-то причине... Вот... Да... Это... Это... То... Что... Вам... В языке... Традиции... Аудио... Аудио... Дескрипция... Звуковое описание... Вот... И... Собственно... Это... Один момент... Посмотреть... На языки... На языки... Инклюзий... Как... На... Как... На... На... И... Дальше... Другой... Момент... Это... Понять... Как мы можем... Проделевать... Дистанцию... Как мы можем... Осуществлять... Очень... Интимную... Коммуникацию... Находясь... В ситуации... Изоляции... В которой... Большинство людей... С разного рода... Инвалидностью... И не только... А там... Жители разных... Удаленных пунктов... Находятся... Даже... Вне карантина... Вот... И... С другой стороны... Очень... Волнующая... Да... И... Много нами... Обсуждающаяся... Тема... Еще... До того... Как мы... Создали... Арт-проект... Группа Андрогина Кентайвера... Это... То... Как можно... Говорить... Об... Эстетике... И... Рероси... Такого... Ненормативного... Ненормативного... Тела... И... Конечно... Я должен... Сказать... Огромное... Спасибо... Сидящей... Прямо... Замо... Соня... Который... Мы этот... Выговор... Начали... Когда начали работать... С... Фильмом... Орган... Восприятия... И... Сон... Что... Вы сейчас... Видите... Конечно... Очень много... меня диалога с этой работой и другими какими с нашими фото и видео работами с sony более такими вот ну не такими большими спасибо тебе соник вот что я хотел сказать я хочу сказать во первых что все то что мы делаем с антоном в рамках наша деятельность начарт группы андроген кентабр который мы создали прошлом году еще раз спасибо все что мы делаем это все для меня освобождение освобождение всего-то ужасов которыми жила до этого освобождение моей телесности сексуальности поиск себя возвращение к себе и прорабатывание каких-то таких очень больных точек и я хочу сказать большое спасибо антону да за то что мы все это вместе с тобой спасибо тебе большое и это да это очень важно для меня я вот там вы увидите в конце будет третья часть но посмотрите мы когда показали эту работу на фестивале инклюзивным особый взгляд в марте этого года я ее увидела вот так вот на проекторе в зале на большом экране и мы приходили смотрели много показов подряд то что она была зациклена она была показана как инверситивная инсталляция да 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 и мы приходили смотреть с антоном и сарминой я первый раз за все время приняла то как выглядит мое тело на видео то есть я все это время никогда не просто пересматривал видео свои как я говорю там и ну как я говорю еще более менее я привыкла потому что я постоянно как типа комментируем активист где-то что-то говорю но я просто сижу и там как бы я не двигаюсь особо а вот свое тело в движении я приняла первый раз когда увидела казалось бы я более ныне такая нормотипическая женщина ну вот у меня тоже есть проблемы со встраиванием в эту вот эти стигмы и нормы которые общество насаждает в общем то я стала почти бесстрашным человеком я надеюсь что и вас это работа немного освободит или сильно освободит желаю вам приятного просмотра да друзья это на самом деле о том что мы все живем в мире каких-то шаблонов представления теле и стандартов а наше тело оно другое но тем не менее оно прекрасно есть в инклюзии такой термин diversity его привык надо разнообразнее обычно это много убрать да так вот тут нас много разных это прекрасно а теперь терминчиков пожалуйста запустите запустите в небольшой зеленой комнате за столом у окна сидит она молодая женщина в длинном свободном черном платье лучи закатного солнца касаются ее огненно-рыжих кудрей у нее светлая кожа темные брови большие и немного грустные карие глаза бледно-розовые губы длинные пальцы девушки лежат на клавиатуре ноутбука нежно улыбаясь она внимательно смотрит на него худощавого мужчину на экране он в своей светлой комнате сидит на офисном стуле на колесиках у нее светлая кожа короткие русые волосы на нем белая футболка и на руках белые хлопчатобумажные перчатки до запястья его шея и согнутые в локтях руки сильно напряжены и находятся в постоянном движении ты прекрасна подлюбленная ты прекрасна глаза твои голубины под кудрями твоими волосы твои как стадо сходящих как стадо кос сходящих с коры глазкой как лента алая губы твои и и уста твои любезны как половинки гранатого яблока планеты твои под кудрями твоими шея твоя как столб давидов сооруженных для оружие тысячи щитов висят на нем все щиты сильных два состав твоих как двойни молодой серны пасущийся между лилиями и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мне понравилось разнообразие языков, и жестовый, и голос, и типы комментарии, и к моему огромному удивлению даже иврит. Ну, то есть, как бы, да, текст изначально предполагает это, да? Да, текст изначально тоже на иврите, да. Озвучивают, это было сродни потрясению такому, что это значит, как услышать восстановленный индоевропейский язык, да, вот такой. Ой, прикоснуться, как бы, к этому истоку, к первоначалу. Еще мне очень понравилась, скажите, на третьей части, где и ты, и Вера, вы танцуете, да, потому что я смотрела программу «Это пенис», это не пенис? Нет, скажи пенис, да, скажи пенис, да? А скажи, скажи пенис, да? И оттуда знаю, да, что ты хотел танцевать, и Соня тебе однажды сказала, да ты и так танцуешь, да? И вот это фактически метафора вот этих вот ваших мыслей, этих слов, вот этого вот танца. И, скажу честно, ну, потому что мне иногда сложно на тебя смотреть, то есть слушать, если могу тебя бесконечно, это очень интересно, да, а смотреть вот на эти вот танцующие движения сложно. Но вот от этой картинки, где Вера просвечивала сквозь тебя, а ты как бы просвечивала сквозь Веру, вот этот танец, это настолько было эстетически превосходно, это было красиво, глаз не оторвать. Просто спасибо большое, ребят, за вашу работу. Мне очень понравилось. Спасибо, Юля. На самом деле, в общем, в этом и была наша задача, то есть пытаться в последствии этого наложения, в том числе, показать какую-то возможность эстетики и эроса такой вот ненормативной интересности, да? И вот там, что ты сказала, да, я вижу, что это получилось. Да, у вас получилось, это сухо. И то, что ты сказала, что ты меня можешь слушать долго, а смотреть сложно. Ну, собственно, это не финис, я просто смотрела картинку и слушала, что ты говоришь. Это типичная реакция на меня, то есть я сталкивался достаточно многое, по-твоему, часто, да, как ты тоже в том же подкасте могла слышать, да? В общем, суть данной, что взаимодействие цели, как раз в том, что я начал раскрывать себя именно с точки зрения, что мне не нужно, чтобы оправдать свое присутствие, говорить или еще что-то, да? Работать с таким вот магнитопончиком, который воспроизводит какие-то умные вещи, да? Достаточно просто быть собой. Да, это здорово. Вот, и мне хотелось это воплотить в нашей работе. И вот из того, что ты сказала, я вижу, что это получилось, да, поскольку ты не знал изначально нашей интенции. Сделай вид, что не знал. Хорошо. Вот, и как раз цель большинства наших работ это в том, чтобы увеличить репрезентацию телесности разной и, как мы говорим, вернуть нам наши тела. Потому что у нас есть голос какой-то, то есть у нас нет даже, у нас как бы есть голос, но мы как вот эти магнитофончики вот что-то говорим. Пока у нас нет нашего тела, пока мы не можем называть части своих тел, так, как мы хотим, пока мы не можем сказать, там, не знаю, вульву называть вульвы, там, не знаю, показывать человека с нейномотипической телесностью таким, какой он есть, вот просто как всех остальных показывают, у нас нет наших тел. А пока у нас нет наших тел, когда у нас отбирают наши тела, нас полет или нет вообще. И у нас нет и голоса получается. Поэтому мы стараемся, может быть, где-то через провокацию, может быть, где-то через еще что-то, обнимашки. И для того, чтобы в этой жизни общаться со своим телом, потому что оно живет, можно сказать, отдельно от нас. Решать какие-то свои задачи, термогепрегуляции, режим сна, режим водороснования и так далее. А я как осознающая себя сознание, замкнувшись в этой черепной коробке, пользующаяся вот этими сенсорными сигналами, которые я получаю через тело. Но мы как будто бы разделены какой-то стеной. Мое тело может в определенный момент меня подвести. Что-то пошло не так, какие-то кровеносные телеса побежали на так, фигах у меня есть, фигах у меня есть, фигах я не знаю, подскользнулся, лежу под машиной и так далее. Вот это вот сознание замкнувшись в этой черепной коробке, оно как бы обязано тогда нести ответственность и за себя, и за свое тело. И в каких-то критических моментах они как будто сталкиваются. Тело как носитель моего сознания, и сознание как некий такой, знаешь, водитель в машине, которому, в общем-то, не очень эта оболочка принадлежит. И то, что вы вообще ставите вопросы отношений между, ну вот это, что такое телесность, да, как проявляется сексуальность. Мне кажется, это очень важные и болезненные вопросы, на которых нужно еще иметь какую-то смелость эти вопросы сами по себе задать. Вот. И спасибо вам, ребята, еще раз. Я хочу сказать о том, что, в принципе, одна из таких вот политических задач тех, кто осуществляет какие-то властные дискуссии, будь то властные структуры или какие-то крупные макроэкономические структуры, это реализовать отчертение нас от наших тел, поскольку наше тело – это такой вот средство коммуникации и с собой, и с другим. И средство коммуникации максимально аффективно зарядленное, а любая аффективно зарядленная коммуникация, она наиболее интенсивно воспринимается. Поэтому наша задача – отвоевать, да, вот и вернуть наше тело к себе, переприспоить. И он, поскольку у нас очень активно пугает наших тела, они говорят, что они неправильные, что они не соответствуют тем стандартам. Какие-то политические макро-структуры, либо макро-структуры керамические, в то время как тело по своей сути – это очень микро, да, это очень индивидуально, это очень индивидуально. И наша работа – это попытка как раз сфокусироваться на этом. Можно? Можно, конечно. Я просто хотела, чтобы созрело некоторое наблюдение, а в процессе того, как ты говорила еще, про тело и про отбивать его обратно себе в условном порядке, но в этом определенный есть такой политический контекст. Ну, это, прошу прощения, я так называю, ремарка, да, личное политическое, да? Да, взаимодействие. И просто вот в вашей работе еще это очень сильно через, ну, получается, взаимодействие, через любовь. Я знаю, как это правильно говорить. Да. Мне вот интересно, как вы посмотрите на то, что оно именно, то есть тело привляется через другого. У вас получается, оно не единичное, оно не одно. Что это такое? Ну, ну, послушай, во-первых, еще, прошу прощения за ассоциативную ситуацию, делаем институт, если я проснулся, что это давно сформулировано, а источник сказал, что человек существует социальным. Социальность подразумевает, что в частности тело и вообще, да, любое какое-то твое проявление, оно реализуется только во взаимодействии, да? И тут главный вопрос в том, как мы воспринимаем это взаимодействие. То есть корректируем ли мы его в соответствии с такими-то призаданными стандартами, не нами призаданными, да? Или мы критикуем эти призаданные стандарты и отбросив их или отобрав еще, что нам подходит, осматриваем наше взаимодействие так, как это адекватно нам. Вот как только мы предводим это переприсвоивание, осмысление наших сил и их взаимодействие, так, собственно, и происходит какой-то в широком смысле, в смысле фуко-политический поворот, да? То есть мы отбираем у каких-то макроструктур властных, вот экономические, вот политические, право определять за нас. Мы сами это определяем, мы сами это право определяем. В этом случае. А где пролегает вот эта граница? Что? Где, ну опять же, с вашего взгляда, пролегает эта граница между самоопределением своего тела, своей сексуальности и проявлением в ней макроструктур каких-то? Ну, ты понимаешь, что опять же, наверное, 60-х годов граница между приватным и личным очень сильно переопределяется, да? И тут все зависит от конкретной договоренности, от конкретного какого-то решения людей, там, двоих или больше, смотря сколько во взаимодействии участвуют. Но это, тут реализуется тот самый принцип согласия, в сроком смысле, то есть, вот мы двое или трое, сколько у нас еще, и говорим те, что мы двое или трое или энное количество, принимаем друг друга такими, какими мы есть, другими другими, такими, какими мы есть. А все остальные, какие бы они ни были авторитетными, они выносятся за скобки, мы их отбрасываем. Вот в этом, мне кажется, очень важный не публичный, не публицистически звучащий, но при этом очень жестко политический жест, потому что он производит некую синологическую редукцию, и он оставляет масса наедине только с теми, кто нам близок, только с тем, с кем мы хотим взаимодействовать. Вот я бы так всегда сказал. Спасибо. Можно задать вопрос? Да. Вот ты в самом начале сказал такой интересный факт социологический, что из 400 работ ни одна, как бы, не была на силу секса, там… А, на инновации, да? На инновации, да. Мне этот такой факт социологический показался крайне интересным. Ну, как тебе кажется, почему так сложилось, да? Почему такой факт сложился? Потому что у меня, ну, только какие-то не очень убедительные для меня догадки. Ну, смотри… Интересно было бы услышать твоё мнение. Смотри, я сейчас попытаюсь разделить. Есть некоторый способ фильтрации, то есть, к сожалению, заявки не могут подаваться напрямую. То есть, чтобы податься художнику, нужно податься через институцию. Ага. То есть, здесь сразу отсеивается определенное количество. Тело сразу отсеивается на этом этапе, просто можно сказать. Да. То есть… Комедитическое тело превращается в институциональное. Причем, формулировка, по крайней мере, я не знаю, как она звучит в этом году, как она звучала в этом году. В прошлом году она звучала. Номинировать кандидата на инновацию может только некоммерческая организация, специализирующаяся в область современного искусства. Ага. При этом… А… Как… А смотри, работу я видел заявителей, и это были… Где-нибудь там… Районы для тех, кто не горького, разных городов. Ну, то есть, как бы… Эта… Фонуровка не соблюдалась. То есть, и главное, чтобы было некоммерческая организация, которая соблюдается в области искусства. Вот. И я думаю, что… Фильтр был… Там и в этой области. Другой там, я думаю, что некая общая социально-политическая депрессия, которая связана с, в понятном себе, политическим контекстом, тоже некоторым образом влияла на это. То есть, люди… То есть, там было, например… Там были несколько работ, заявленных, допустим, с низкой проблематикой. То есть, например, то, что прошло в короткий список – это… Эм… 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 калибре по звуку. Девушки делали совершенно потрясающие вещи, они просто заебали статуэтку, они все это ломали, они стали фиктовать на этих деталях и так далее. Это было лучше. Вот и были проекты, которые не прошли. В частности, триок или квинтет, который расширялся в центре Немерхольда. Это Тараканова, Тараканова-Мухина. Напомню, я не помню. Тараканова-Мухина очень... У меня плохая память. Тараканова-Мухина и другие, которые создали два первополучия. Один как раз фермистский locker room talk, это разговор мухин в раздевалках о женщинах, и другой коллег капитализма о прикреате. Я предлагал коллегам номинировать этот проект. Кофе-мороженое, Настя Дмитриевская там тоже была, она святая. Настя Дмитриевская участвовала просто как учательница. Там еще была Даша Юрьевич. Короче говоря, были проекты птицы, семейские, но они скорее осмотрели тело как нечто такое объективирующее. Но не было проекта, связанных с телом, как самоотознанием. Да, то есть это связано с одной стороны, как я уже сказал, с фильтрацией. То есть то, что художник сам не может впадать заявку. Вряд ли он должен делать через институцию. Другой там и, наверное, в какой-то социополитическом контексте. В общем. Вот я бы так тебя ответил. Окей, спасибо. Я сейчас проникнусь словами про то, что наших хотят, где-то бы нет. Погромче, говори, пожалуйста. Я проникнусь словами веры про то, что наших тел как будто бы нет. И для меня это не про политическое, не про какое-то общественное, а про что-то очень внутри такое засевшее. Когда есть какие-то межличностные отношения, когда тебе там говорят, ты для меня анатомический объект. То есть такое. И это как заклинание, которое действует, что как будто бы меня реально нет. И там, например, год, два, три, пять, десять. Когда ты видишь такую работу, ты вдруг понимаешь про то, что ты все-таки есть. Ну, это правда. Это как какое-то откровение, которое касается лично тебя. Вот. И просто спасибо за то, что вы напомнили об этом. Оля, спасибо тебе большое. Оля, спасибо тебе большое. А дальше я с удовольствием предоставлю слово Эрмине, которое я тесно благодарен и люблю как соавтора, торатника, торатницу. Спасибо тебе, Эрмине. Тебе спасибо. Аплодисменты. Аплодисменты. Ну, в общем, такой мрачный апокалипсис. На альбоме нашем в прошлогоднем «Музыка раннего гипсового века» есть. Вот. «Музыка раннего гипсового века» можно найти на стриминге. Ну, единственное, что я могу сказать, ну, это будет тотальная импровизация, но целая основа там будет присутствовать из обеих композиций, собственно, из той мрачной альбомной нашей «Песни песней». И там текст мы сделали к конструкции, вот, и вы услышите. Это «Сонгру сонг ремикс». Да, «Сонгру сонг ремикс» она называется. И элементы вот сантрека к работе Андрогина и Кентавра тоже как-то живьем я постараюсь изобразить. И что-то еще помимо тоже психоделичное. «Вызвратись, будь подобен сердцем подобен сырнень general. Вот! Зима уже прошла, дождь, и ма, во дима, во дима, во дима уже, по грязь. «Вызвратись, будь подобен сердцем подобен, подобен держи. Все они держат по мячу, они пыльру, все, все одержат держат каждый, каждый, каждый шутник, Как стадо выстряженных овей Маковницы распустили свои почки Могули со кименом Все они держат по мечу Они тип-пжу Все-все-все-вса Держат каждых-каждых Ух, ну-юхтывампрепер Ради стрип-пшу Все они держат по мечу Ух, ну-юхтывампрепер Ради стрип-пшу У каждой пары ягнят И пары от одних ягнят Похож на серну или на молодого или на серню. Хот должны, похож на, вот он настроен, вот он стоит оенгет, вот он мелькоф, мелькоф. Возвратись, будь подобен серес, спокойней, Оно мелькоф, верни Возвратись, будь подобен серес, спокойней, Подоба, insulting подобен херни Субтитры делал DimaTorzok 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 Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать на наш канал!